В начале августа в тестовом режиме заработает лечебно-диагностический корпус западный Пинской центральной поликлиники по улице Брестской, 108. Переданное под нужды здравоохранения города трехэтажное здание закрывшейся школы-интернат по проекту реконструкции разделено на три очереди. Первый этап, который практически завершен, предусматривает перепрофилирование объекта под лечебно-диагностический корпус. Именно здесь разместятся два терапевтических отделения, в которых пациентов будет принимать команда врача общей практики. Открытие этой поликлиники позволит разгрузить две поликлиники других, во-первых, во-вторых, обеспечить работу амбулаторно-поликлинической службы по принципу врача общей практики. И на примере этого учреждения мы планируем организовать полную модель данной работы. К этому подразделению центральной поликлиники прикрепят около 27 тысяч человек, которых распределят по 17 участкам. Самое сложное – организационный вопрос о перераспределении потоков пациентов. Сейчас главное сориентировать людей, чтобы они в этот переходный, в прямом и переносном смысле слова «период» не остались без надлежащей медицинской помощи. С 1 августа у нас открывается корпус так называемый западный по Брестской 108. В связи с этим у нас произойдет перераспределение населения между тремя поликлиниками. Эта часть населения мы отдадим в центральную поликлинику на ИПД-48. Часть населения у нас уйдет в корпус западный Брестской 108 и часть останется в нашей поликлинике. Вот какие территориальные участки городской поликлиники номер один по улице Первомайской 191 перейдут в центральную поликлинику по улице Иркутско-Пинской дивизии 48. Это улицы Клещева, Жени Гуренковой, четная сторона Рокоссовской улицы, значит, часть студенческой улицы до пересечения с Рокоссовского. Это студенческая 7, 11, 13. То есть, если наши пациенты знают свои участки, то уйдет участок номер 6 целиком, участок номер 44 и часть населения с участка номер 57. С участка номер 57 это центральная 2, 4, 6, Клещева 33, 35, 37 и Рокоссовского 34, 38. В общей сложности на ИПД-48 перейдет около 4,5 тысяч людей, которые с 1 августа будут наблюдаться, диспансеризироваться в центральной поликлинике, который пенчане называют центром Волково. Какая же часть населения, которая обслуживалась в городской поликлинике номер 1, перейдет в корпус западный? Часть населения уйдет в лечебно-диагностический корпус западный. Это Верасы, Чернеевичи, Жилгородок, население на территории западного промузла, это Кузлитмаша и участок номер 58, если наши пациенты знают свой участок, это улицы Нордмана, улица Енищиц, улица Солнечная, нечетная сторона. И та территория, которая находится в районе станции скорой медицинской помощи, это совсем немного улицы Сосновая, Светлая, улица Калиновского и переулок Сосновый. Таким образом, в открывающийся лечебно-диагностический корпус западный будет прикреплено 8200 человек. Они уже должны знать, что их доктора, их медицинские сестры, помощники придут вместе с ними работать на ИПД-48 и корпус западный. Около 55 тысяч населения будет получать амбулаторно-поликлиническую помощь, как и прежде, в своей первой городской поликлинике по улице Первомайской, 191. И это во многом уменьшит нагрузку, которая ложится на плечи медработников и пациентов, которых ранее насчитывалось 84 тысячи. В общей сложности мы отдаем почти 13 тысяч населения. Это достаточно много, и я думаю, это позволит нам разгрузить наши приемы, разгрузить нашу регистратуру, которую вы сами видите, что, к сожалению, у нас территория там небольшая, в холл регистратуры, и, конечно, скучность присутствует. Разгрузятся наши рентген-кабинеты, наши УЗИ-кабинеты, эндоскопические кабинеты, потому что 13 тысяч – это достаточное количество людей. И еще самое важное. Благодаря такому перераспределению будет сделан реальный шаг по повышению качества и доступности оказания амбулаторно-поликлинической помощи всему населению города. Необходимость строительства поликлиники или поликлинического учреждения в том микрорайоне была определена уже много лет назад в связи с перегруженностью двух поликлиник по ИПД-48 и по Первомайской-191, даже в большей степени по Первомайской, потому что там велись приемы даже в три смены, что невозможно по сути для обеспечения санитарно-эпидемических норм и других нормативов. Не случайно новый лечебно-диагностический корпус «Западный» начнет работать в тестовом режиме. Процесс перехода и передачи документации требует определенных временных затрат. Но самое главное – без медицинской помощи не должен оставаться никто. Просим отнестись с пониманием наших пациентов в том, что при перемещении вы понимаете, что это происходит в рабочем порядке. Соответственно, помощь вам будут оказывать все врачи, к кому вы не обратились. Но на этапе временного перемещения могут возникать различные вопросы. Наберутся терпения медицинские работники, наберетесь терпения вы. И думаю, что в течение нескольких недель, месяца мы адаптируемся к новым условиям. Просим понимания и жителей, которые перейдут в подчинение поликлинике по улице Брестской, 108. Вы также сможете получать помощь, как и в первой поликлинике, в центральной поликлинике. Мы уже начали готовиться к передаче медицинской документации. Мы предварительно повесили информацию нашим пациентам, что пациенты, которые от нас уходят, мы принимаем их без амбулаторных карт. Потому что все-таки документы нужно сложить, их нужно передать. Их там, где они получают, нужно поставить на место. Поэтому мы работаем с такими пациентами без амбулаторных карт. Очень извиняемся перед нашими пациентами за те неудобства, которые мы им приносим. Но всю информацию мы вносим в 4D-клиент, в их электронную амбулаторную карту, которую увидит их доктор с 1 августа уже в той поликлинике, куда они придут. При необходимости это распечатается и подклеится в бумажную амбулаторную карту. Врач общей практики сегодня является одной из наиболее востребованных специалистов в медицине. На первичном этапе оказания медицинской помощи он становится универсальным врачом, который может решить определенный объем вопросов пациента самостоятельно. Во-первых, не только корпус западный у нас приступит к работе по принципу врача в общей практике. Он просто идет у нас как первый, как лидер, потому что там комплектуются целые бригады. Но и наша поликлиника, и поликлиника центральная будет стараться уже с 1 августа приступить работать по этому принципу. То есть принцип врача общей практики. Главный принцип работы врача общей практики – это работа в команде. Что это такое? Формируется бригада. Это врач общей практики, помощник врача и медицинская сестра общей практики, которые будут работать одним общим конгломератом. У каждого будут свои обязанности, и каждый будет конкретно заниматься куском своей работы, которую будет координировать и контролировать врач общей практики. Так чем же будут заниматься врач общей практики, помощник врача и медсестра общей практики? Узнаем непосредственно у врача общей практики Валентина Евсович и членов ее команды. К врачу общей практики можно обратиться по поводу заболеваний терапевтического профиля, либо же для коррекции лечения. А также, если у пациента появилась боль в груди, в спине, в ушах, в животе. Также решение экспертных вопросов, то есть это же та же самая выдача листка нетрудоспособности, направление на врачебно-консультативную комиссию, направление на медико-социальную экспертизу, направление на консультацию в вышестоящую организацию, если есть в этом нуждаемость, либо же решение о госпитализации. И это еще не все, чем может конкретно помочь врач общей практики. Он обладает более широкими знаниями и полномочиями, чем участковый терапевт. Также врач общей практики выдает свидетельство о смерти, выдает заключение на профпригодность. Он проводит первичный осмотр пациента перед посещением врачей-специалистов. Ну и, конечно же, это первичный осмотр пациентов на дому. Также он координирует работы на дому с пациентами. Это помощника врача и медицинской сестры. Если же пациенту требуется высокотехнологичная помощь, то это уже сфера деятельности узких специалистов, которые могут уделить достаточно внимания более сложной проблеме. Помощник врача проводит диспансерный осмотр здоровых и практически здоровых людей, профилактический периодический медицинский осмотр и осмотр при трудоустройстве, выдает направление на общеклинические лабораторные методы исследования, выписывает лекарственные средства на постоянный прием по рекомендации врача, выдает справки о состоянии здоровья и выписки из медицинских документов. Также осуществляет визиты на дом после активов вызовов скорой помощи и стационарных учреждений. Свой круг обязанностей и у медицинской сестры, команды врача общей практики. Медсестра общей практики проводит первичный осмотр пациента, который обратился в поликлинику. Она измеряет рост, вес, артериальное давление, измеряет внутриглазное давление, выписывает рецепты медицинских лекарств для постоянного приема, которые контролирует врач, регистрирует электрокардиограммы, вызывает пациента на очередной осмотр, на диспансерный осмотр, на контроль лечения, осуществляет на дому визиты после передачи активов вызовов скорой помощи и стационарных учреждений. В каждом кабинете на Брестской 108 будет свой электрокардиограф. Он будет на кабинет, то есть на два участка утро-вечер, и приходит пациент в кабинет, ему записывают электрокардиограмму, если это требуется, если он впервые в этом году пришел. Эту электрокардиограмму у нас шифруют врач общей практики. Сейчас мы проходим все обучения по скайпу. С нами занимается Брестский областной кардиодиспансер, именно по шифровке электрокардиограммы, по шифровке СМАДов, это суточное мониторирование АД, по шифровке халтеров, поэтому наши доктора будут достаточно подготовлены в этом плане. Именно поэтому у самого доктора высвобождаются руки, а у его помощника появилось время на профилактику хронических заболеваний подопечных, профилактическую работу с населением. И в итоге можно увеличить время на прием, больше уделять внимание больным на дому. А это то самое качество медицинской помощи, о котором так много говорят сегодня.